Привет, друзья! С 16 августа этого года, то есть за неделю до Дня Независимости Украины, в Софиевском соборе будет выставлена первая украинская конституция. Я имею ввиду ее основной, основополагающий, оригинальный текст. Напомню, что украинская конституция, первая настоящая большая украинская конституция, была написана Гетманом Пылыпом Орлыком в 1710 году. Хранится она постоянно в Швеции, поскольку ее подписать должен был, кроме самого Орлыка и наказного атамана, который тогда был, ее должен был по договору подписать также король Швеции. С тех пор она в Швеции, собственно говоря, и находилась. И вот первый раз за 311 лет первая украинская конституция попала в Украину. Интересно, что это был просто очень передовой, скажем так, свод законом на свое время, где отражались права и обязанности друг перед другом казачества, а также старшины и простых людей, которые в тот момент жили на территории Украины. Интересно, что на той же самой Московии понятия не имели ни о конституциях, ни о законах, ни о чем подобном вообще. Да и Московии самой тогда еще не было, точнее Московия была, России не было. Россию выдумали в 1721 году, а мы говорим о 1710, то есть это было до того, как Петр I выдумал Россию. То есть, что интересно, что конституцию, оригинал конституции можно будет увидеть в том самом здании, в котором вот два года назад мы все видели, был представлен в Святой Софии оригинал Томаса, украинской православной... Она же, конечно, украинская православная церковь или православная церковь Украины, это одно и то же. У нас есть еще одна церковь, это Украинская православная церковь Московского патриархата, которая к Украине имеет, сами понимаете, какое отношение. Вот. А если мы говорим о Томасе, то он относится именно к той церкви, которая создана вот сейчас была после ликвидации Киевского патриархата, заменила его и, собственно говоря, относится к Константинопольскому патриархату. Так вот, оригинал, оригинал именно Томаса тоже был представлен в Святой Софии, которая, я напомню, церковь, собор, которому тысяча лет. То есть в этом соборе будет как сам собор, как памятник украинского зодчества, а также памятник истории Украины тысячелетней, истории Руси. Напомню, что Русь это Украина, Украина это Русь, ничего другого у нас нет. Вот. То есть памятник он был представлен еще тысячу лет назад, украинская конституция трехсотлетняя, и вот относительно Новый Томас. Все в одном месте, в центре Киева, в сердце Руси, в сердце Украины. Субтитры создавал DimaTorzok